МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Много хороших фраз, много тех силовых задач, которые должны быть доведены. В Люберцах обсудили послание президента Российской Федерации. Труд журналиста, в целом пресса, он достаточно непростой. Люберецких журналистов поздравили с профессиональным праздником. Серпантин, как ленточки, огоньки, как мячики. С Новым годом, девочки! С Новым годом, мальчики! Праздники закончились, новогодний сезон закрыт. Буря эмоций, и плюс, когда ты выходишь из воды, у тебя поднимается резко настроение. А в наше время это, я думаю, всем нужно и необходимо. Моржевание полезно не только для здоровья, но и для настроения. А теперь подробнее об этих и других новостях. Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Особое внимание президент России уделил социальным вопросам. Он рассказал о нововведениях, которые вступили в силу с Нового года. Ежегодное обращение главы государства выслушали и прокомментировали в администрации Люберец. В этот день внимание жителей страны приковано к телевизорам. Уже в 16-й раз Владимир Путин обращается к Федеральному собранию с наказами на грядущий год. Жители, чиновники и активные деятели Люберец собрались выслушать президента в конференц-зале администрации. Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоишь. Программу материнского капитала продлят до 2026 года. При рождении первенца семья получит 466 тысяч рублей. Учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием, а классным руководителям увеличат зарплаты. Основные нововведения коснулись мер поддержки семьям. Послание оно емкое. По моему мнению, оно кардинально отличается от прошлогоднего послания. В этом году оно такое, я бы сказал, и социально направленное. Оно цепляет очень многие слои населения, цепляет наших, особенно, бюджетников. Такие вопросы, они основополагающие, базовые. И все это требует доработки, поэтому есть правительство, есть государственная дума. Значит, там будет приняться решение, а наша задача их исполнять. Много хороших фраз. Много тех целевых задач, которые должны быть доведены. Надо при подборе студентов, тех же медицинских институтов, все-таки подбирать тех людей, которых медицин стала целью. Обращение главы государства продолжалось 1 час 10 минут. В конце своей речи президент страны призвал федеральное собрание работать вместе ради величия России и благополучия граждан. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Первое в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители управления и ведомств подвели итоги минувших новогодних праздников и наметили рабочие планы на предстоящий период. Подробности у нашего корреспондента Луизы Егезарян. В период новогодних праздников в Люберецкую полицию поступило 2500 обращений. 33 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. 28 преступлений раскрыто по горячим следам. Также за время праздников было 155 ДТП. Из них три пострадавших, один труп. Также было совершено одно убийство, которое раскрыто по горячим следам. Два разбойных нападения, один грабеж. Все раскрыто по горячим следам. С 31 декабря по 8 января личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона дежурил в усиленном режиме. Но новогодние праздники обошлись без серьёзных чрезвычайных происшествий. На территории округа произошло пять пожаров. Никто не пострадал. Три пожара произошли в частном жилом секторе и два в жилых квартирах. Семь раз оказывали помощь соседям с соседних сопредельных гарнизонов. Система ЖКХ городского округа работала в штатном режиме. В настоящее время в девяти многоэтажных домах продолжается замена лифтов. Совершить эту работу планируется до 28 февраля. Для содержания в технически исправном состоянии сети уличного освещения управление ЖКХ совместно с подрядной организацией ежедневно везёт мониторинг обращений граждан и проводятся выездные проверки. В период с 9 по 10 января поступило восемь заявок. Запрыто пять. Управляющие подрядной организации ежедневно приводили в порядок дворовые и общественные территории. В уборке было задействовано 94 единицы спецтехники и около тысячи человек. 4 декабря представителями Министерства благоустройства проводилась внеплановая проверка дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы. По результатам проверки работа городского округа Люберцы оценена положительно. Замечаний нет. В проделанной работе отчитались также представители управления дорожного хозяйства, службы ЕДД 112 и медицинских учреждений. А в конце совещания руководитель Люберецкого подразделения «Мособлпошспас» Олег Хатин напомнил о мерах безопасности во время крещенских купаний. Луизей Газарян, Валерий Апсалямов, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Расселение из аварийного жилья, застройка нового микрорайона на птицефабрике и работа поликлиники в Томилине. Эти темы стали главными на встрече Владимира Ружицкого с жителями. Как будут решать проблемные вопросы, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Есть территории, где требуется снос. Мы за эти годы целый ряд вопросов решили. И тем не менее, как-то скажу, эти вопросы всегда решаются непросто. Начиная от того, кто-то проживает в жилом доме двух-трехэтажном, те хотят выехать. Те, кто, скажем, где-то рядом проживает, их не всегда это устраивает. Мы всегда ищем какую-то золотую середину. В поисках золотой середины в вопросе застройки микрорайона Новотомилина власти уже не первый год. Так и эта встреча организована специально, чтобы запротоколировать все за и против. Основные проблемы сейчас связаны с неудобствами из-за строительных работ. Ограниченный обзор при выезде на Рязанское шоссе, доступ к мемориалу Великой Отечественной войны и отсутствие парковки у 19-й школы власти заверили. До конца месяца все вопросы решат. Мы предлагаем это устройство непосредственно парковки в районе, ближайшем к мемориалу, а также пешеходные дорожки для доступа на территорию школы. Пешеходная дорожка будет выполнена из твердого покрытия. Парковка будет бесплатная, также из твердого покрытия. Парковочная площадка будет организована в непосредственной близости к мемориалу. Значит, еще раз, деревья мы не рубим. На месте бывшей птицефабрики возведут современный микрорайон. 10 многоэтажек, поликлиника, два детских сада. Пристройка к 19-й школе на 550 мест, новая транспортная инфраструктура. Чьи дома попадут под реновацию и кого ждет переселение – самый злободневный вопрос для томилинцев. Всего предусмотрено под расселение 20 домов. В первую очередь мы будем расселять 10-й и 15-й дом. Для того, чтобы нам расселить 10-й и 15-й дом, мы, собственно говоря, возводим первые 4 пилотных дома на этом проекте. Своё нежелание стать переселенцами выразили многие жители многоэтажек, построенных в 70-е годы. Мнение томилинцев станет решающим, говорят представители власти. Когда идет переселение граждан, идет работа индивидуально с каждым. Никто дом бульдозером не снесет до тех пор, пока квартиры не переселены. Кроме того, свою обеспокоенность выразили владельцы квартир с хорошим ремонтом. Кто платит расходы за переезд и по какому принципу дадут новые квартиры, рассказал Андрей Сыров. При расселении, когда инвестор проводит расселение микрорайонов, у нас в муниципалитете действует рабочая группа. Все спорные вопросы мы выносим туда и индивидуально отсматриваем и отрабатываем. Наша задача – защитить интересы жителей. В частной квартире при расселении учитываются все, первое, рыночные стоимость жилья, которые они имеют, с учетом обязательно ремонта. Нареканий на работу поликлиники в микрорайоне Птицефабрика тоже было много. По этому вопросу Владимир Ружицкий отправил проверку в медучреждение для выяснения ситуации. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. По поручению Владимира Ружицкого в поликлинике номер 10 в микрорайоне Птицефабрика прошла внеочередная проверка. С пациентами и персоналом медучреждения встретились руководство Люберецкой областной больницы и наша съемочная группа. Ремонт поликлиники в микрорайоне Птицефабрика длится более двух лет. Такие сроки связаны с большим объемом работ. В медучреждении полностью заменили систему отопления, водоснабжения и канализации. После косметического ремонта здесь устанавливают новую мебель, а в кабинетах врачей – современное оборудование. Завершаются все ремонтные работы. Сейчас устраняются недоделки. У нас будут зоны комфортного пребывания. Здесь, как во всех, должны эти зоны быть в подмосковных поликлиниках. Это должна быть и стойка, где будет организован сестринский пост, на котором будут осуществляться необходимые записи. Вопрос, который больше всего волнует пациентов, касается укомплектованности кадрами. Проблему с нехваткой врачей руководство больницы пообещало решить. Но благодаря новой системе, вступившей в силу несколько месяцев назад, жители Люберец вправе обратиться в любое медучреждение округа, независимо от места проживания. Получить талон к врачу пациент может не выходя из дома. А запись к узким специалистам или на дальнейшее обследование – теперь забота терапевта. Мы обеспечиваем электронным вот этим сервисом для всего населения, для того, чтобы упорядочить, опять же, очередность ожидания. Вот, например, анализ крови. Если раньше в 7 часов 30 минут в поликлинике была очередь из пациентов на сдачу крови, сейчас этого не должно быть. Для этого у нас сейчас врач записывает на анализ, на сдачу крови, допустим, с определенным талончиком пациент в назначенное время должен подойти. Также жители интересовало наличие в поликлинике расходных медицинских материалов. По словам Дмитрия Старсова, все медучреждения округа в полной мере обеспечены материально-технической базой. В домах городского округа Люберцы продолжается замена лифтового оборудования. Уже в 34 МКД установлено 75 новых подъемников. На очереди жилой дом по улице Инициативная в девятиэтажном здании заменили три лифта. До конца недели их введут в эксплуатацию. Глава округа Владимир Ружицкий проверил качество выполненных работ и выслушал отзывы жителей. Организация, которая исполняет эту работу, достаточно квалифицированная, ответственная. Ну и лифты достаточно качественные. Эта работа дальше будет продолжена. Сейчас мы уже думаем, верстаем планы уже на этот год и на следующий. Всего в план капитального ремонта вошла замена 130 лифтов. Масштабная работа по модернизации оборудования завершится к концу февраля. Люберецкие школы для детей с ограниченными возможностями здоровья не объединят. Слухи о возможном слиянии интернатов четвертого и восьмого видов волнуют жителей округа уже больше года. Их развеяли на выездном заседании комитета МОЗ облдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Объединения не будет и точка. На членов родительского комитета школы-интерната четвертого вида эти слова действуют как пятерки в детских дневниках. Слухи о слиянии двух учебных заведений для детей с ОВЗ заставили жителей округа понервничать. Родители посчитали оптимизацию приговором для качественного образования. В 2018 году администрация округа действительно планировала объединить Малаховские и Марусинские интернаты. Но глаз у народа прислушались. Когда мы провели именно заседание общественной палаты, мы встретились со специалистами, мы встретились с общественностью, общество слепых. Мы провели очень много консультаций и пришли к мнению, это объединение мы проводить не будем. Сегодня под опекой интерната четвертого вида более 140 воспитанников. В основном это дети с нарушениями зрения. Главная задача школы – работа со слабовидящими. Но в списках классных журналов есть ученики с сопутствующими заболеваниями. Уроки здесь проводят для детей с аутизмом и задержками умственного развития. Мы обязаны сегодня с вами дать равные возможности всем детям. И мы заинтересованы в том, но это ни в коем случае не должно мешать главному профилю дальнего образовательного учреждения. Первостепенные – это дети с ограничениями по зрению. Для слабовидящих воспитанников учебники с крупным шрифтом и электронные увеличители. В 2018 году на оснащение классов школы-интерната потратили более 4 миллионов рублей. Нацпроект образования помог обставить кабинеты ОБЖ и домоводства, а также купить специальное оборудование для слабовидящих. Такой электронный увеличитель помогает ребенку увидеть в учебнике каждую запятую, если очков для этого мало. Он не ошибается, он внимательно сидит на уроке, все успевает за темпом в классе, не отвлекается ни на что. Дети очень привыкают к этому аппарату, очень удобно, нам нравится. Учиться станет еще комфортнее. Одна из ключевых задач комитета по вопросам охраны здоровья – обеспечение доступности образования для детей с ОВЗ. На выездном заседании принято решение рассмотреть возможность привлечения средств регионального бюджета на финансирование Малаховской школы-интерната. Сегодня она существует на деньги муниципальной казны. Шла речь о том, чтобы расширить количество штатных единиц, мы посмотрим уже существующую нормативную базу, вынесем предложение по повышению уровня оплаты труда узких специалистов, таких как тьютеров, которые занимаются детишками-аутистами. Мы попросим Министерство здравоохранения помочь заместить штатное расписание офтальмолога в этой школе. Областное финансирование сделает образование доступнее для детей с ОВЗ и с других муниципалитетов. Сегодня за партами интерната четвертого вида сидят 28 жителей соседних территорий. Благодаря дополнительным средствам их число может стать больше. Анна Троян, Дарья Борисова и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. «Безопасно шагаем по дороге». Под таким названием в Красковской школе номер 55 прошла акция, направленная на профилактику и предупреждение ДТП. С учащимися начальных классов беседовал исполнительный секретарь Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский и сотрудники ГИБДД. Детям рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части. Из всех федеральных программ, которые проводятся в Российской Федерации, самое важное, я считаю, это безопасные дороги. Она касается не только тех дорог, которые надо сделать, отремонтировать, но она касается безопасности людей и особенно детей на дорогах. «У нас есть совместная программа вместе с отделом ГИБДД управления образованием и территориальным управлением по дорогам администрации. И мы постоянно проводим, я говорю, два-три раза в месяц мы обязательно проводим акции, особенно в школах». Мероприятие прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». В завершении акции школьникам показали тематические видеоролики и вручили подарки. Они создают «Играя». 17 января планета отметила День детей-изобретателей. Этим праздником мир обязан ученому Бенджамину Франклину. Он сделал множество открытий, но первым изобретением американца стали ласты. Ученый сконструировал их в 12 лет. Тогда на дворе был 1718 год. Что мастерят дети три века спустя, выясняла Дарья Борисова. «Мы наводим камеру на QR-код. У нас открывается ссылка на сайт. Тут есть применение мышечка, также его история, физические, химические свойства, происхождение». Добавили таблицы Менделеева инновационности. Воспитанники гимназии «Интерес» замахнулись на амбициозную цель. Сделать теоретическую часть химии такой же интересной, как лабораторные опыты. Альбина Тляшева второй год учит таблицу химических элементов. Восьмиклассница признается, сухие цифры пособия совсем не вдохновляют становиться Менделеевым. «Посмотришь на нее и особо ничего не привлекает. Но есть там химические элементы, есть. Поэтому мы решили создать интерактивную таблицу химических элементов, чтобы ученик ознакомился с каждым элементом получше». Интерактивной таблицу делает QR-код. Свой для каждой ячейки. По ссылке подробная информация о химическом элементе. Навести камеру на QR-код мотивирует новый дизайн Менделеевского творения. Школьники добавили таблицы объема, а ячейки наполнили предметами, которые ассоциируются с химическими элементами. Например, за обозначением алюминия прячется макет самолета. Легкий материал называют основой авиастроения. «В свою ячейку химических элементов я поместила баночку пустую, кислород, бесцветный газ, поместила растения, потому что растения выделяют кислород, и поместила рыбу, потому что все живые организмы поглощают кислород». Воспитанники интереса только в начале своего изобретательского пути. Полностью готовы пока только четыре ячейки. Но юные новаторы намерены довести начатое до учебных заведений округа, а может и всей страны. Они надеются, что их интерактивная 3D-таблица когда-нибудь займет место классического пособия в школьных кабинетах. «Это довольно интересно, и можно проводить занятия. Думаю, это заинтересует учеников в изучении химии». Кстати, детских изобретений, которые успешно разошлись по миру, уже немало. Не есть нам фруктовый лед, если бы не Фрэнк Эперсон. В 11 лет он забыл на крыльце дома стаканчик с лимонадом, который успел замерзнуть за ночь. Из несъедобных детских изобретений – меховые наушники, калькуляторы и снегоход. Алюберчанин Фёдор Исаев мечтает сконструировать устройство для диагностики подводных трубопроводов, которое упростит процедуру поиска утечек. «Этот катер должен быть небольшим, потому что привлечение больших кораблей будет стоить довольно дорого, а иногда вообще невозможно так сделать». Путь к своей мечте Фёдор начал издалека. Прежде чем начать строить собственные чертежи, он учится читать чужие. Четыре года начинающий изобретатель занимается судомоделированием на станции юных техников. Легко может рассказать о любом судне – от рыбацкой шхуны до военного корабля. «Сейчас я делаю крышку тюма для малого рыболовного сейнера. Сейчас мы переносим все размеры с чертежей на модель». И в копировании есть место для изобретательства. Как сделать судно непотопляемым и улучшить его технические характеристики. Юные техники придумывают сами. Результатом мозговых штурмов становятся новые технологии крепления деталей. «При постройке кораблей много нужно что-то придумывать. Какие-то узлы сделать, лучше улучшить. И у них возникают такие идеи». У Фёдора Исаева с фантазией порядок. Лучшее тому подтверждение – стопка дипломов призёра областных соревнований и зачётная книжка кандидата в мастера судомодельного спорта. Делать же большие изобретения Фёдор планирует в Московской государственной академии водного транспорта. Начинающий изобретатель твёрдо решил туда поступить. Анна Троян, Дарья Борисова и Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. За добросовестный труд и ответственное отношение к работе глава округа Владимир Ружицкий наградил люберецких журналистов и поздравил с Днём Российской Печати. Наград удостоились руководители и сотрудники муниципальных СМИ. Сегодня есть такая возможность сказать огромное спасибо, потому что я говорю, что здесь можно работать лопатей 25 часов в сутки. Труд журналиста, в целом пресса, он достаточно непростой. Тем более сегодня у вас появился такой конкурент в лице социальных сетей. Телеканал ЛРТ, Риамо в Люберцах, Радио Люберецкого региона, Люберецкая панорама, Люберецкая газета. Сотрудники этих и других редакций ежедневно держат руку на пульсе городского округа. За слаженную работу и объективный подход к освещению событий Владимир Ружицкий вручил работникам СМИ почётные грамоты, благодарности и подарки. Сотрудников ЛРТ ждали поздравления коллег по ещё одному поводу. Акулы-пера, вступившие в Союз журналистов Подмосковья, получили удостоверение. Журналисты с большим стажем работы удостоились высшей награды – медали к 90-летию Московской области. Знак отличия вручили директору и главному редактору Люберецкой газеты Ларисе Валле в связи с 25-летием издания. Готовы отложить половники в сторону, чтобы примерить корону победительницы. Прекрасные жительницы округа готовятся к конкурсу «Мамочка-люберчаночка». Он стартует в четвёртый раз и уже успел набрать такую популярность, что конкурсанток приходится отбирать на кастинге. С его участницами познакомилась наша съёмочная группа. Родительский стаж Любови Сафаровой – 9 месяцев. В свой первый отпуск по уходу за ребёнком молодая мама и фитнес-тренер решила не сидеть на месте. Она уже вернулась к работе и нашла время для приключения под названием «Мамочка-люберчаночка». Раньше Любовь наблюдала за конкурсом в соцсетях, а теперь решила попасть в его историю. Мне показалось, это такое потрясающее приключение для любой мамы. Тем более, если ты сидишь в декрете, особенно если ты споешь шоу. И это очень здорово. Помогает найти новые знакомства и вообще раскрыться. И просто очень приятно и с интересом провести время. Вместе с Любовью попасть из декрета на конкурсную сцену мечтает 60 люберчанок. Но по итогам кастинга до её кулис доберётся только треть из них. Для 20 мам начнётся конкурсный марафон длиною в полтора месяца. Кстати, в этом году участниц ждут новые испытания. Мы решили добавить немного социальной части. И каждая участница, которая пройдёт сегодня кастинг, будет готовить один небольшой социальный проект в течение всего времени до финала. В финале конкурса участницы должны похвастаться первыми результатами своих социальных проектов. Подготовиться нужно успеть и к интеллектуальной викторине, дефилеи и конкурсу талантов. Такие испытания ждут люберецких мам на большом финальном концерте творческого состязания. Анна Троян, Дарья Борисова и Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Он попрощался, но обещал вернуться. Дед Мороз закрыл новогодний сезон. Его последний рабочий день совпал с празднованием Старого Нового Года. Люберчане отметили заключительное событие зимних каникул в центральной резиденции сказочного волшебника. Серпантин, как ленточки, огоньки, как мячики. С Новым Годом, девочки! С Новым Годом, мальчики! С Новым Годом! В Старый Новый Год Дед Мороз спешил к люберецким малышам налегке. За праздничные дни в его мешке совсем не осталось подарков. Этот новогодний сезон заставил волшебника попотеть. Только в своей центральной резиденции дедушка исполнил желание тысячи детей. Дети люберецкие, самые отзывчивые, самые тёплые дети во всей Московской области. Я от всей души поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Желаю всем счастья, здоровья, добра и радости. На этот раз Дед Мороз желает счастья на прощание. Он отправляется на каникулы. Отпуск волшебник заслужил. Целый месяц в музейно-выставочном комплексе он развлекал малышей мастер-классами, интерактивными программами и представлениями. Новогоднюю сказку подарил гостям и в свой последний рабочий день. Сегодня мы закрываем нашу резиденцию. Конечно, прощаться не хочется с такой сказкой, с таким волшебством, с таким замечательным убранством. Но мы шагаем, шагаем в 2020 год, и нас впереди ждут много мероприятий. В отличие от зимнего волшебника, музейно-выставочный комплекс на каникулы не уходит. Он приглашает оценить экспонаты Краеведческого музея и заняться эстетическим ликбезом в залах картинной галереи. Анна Троян, Дарья Борисова и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Четыре площадки для купаний подготовят к крещению в Люберецком округе. Обряд православные верующие могут совершить уже в эту субботу. Для кого-то погружение в ледяную воду – ежегодная традиция, а для кого-то – образ жизни. Наш корреспондент Анна Троян познакомилась с любителями зимнего плавания, для которых моржевание – дело привычное. О, хорошо! Так хорошо моржу Александру Богданову от обжигающей разницы температур. За этим ощущением он погружается под лед уже пять лет. Крещенских купаний мужчине было мало. Теперь у проруби его можно встретить не реже, чем рыбаков. Пользуя закаливание, Александр проверил на себе. Говорит, заморозился. Больше не стареет и не болеет. Необычное хобби заставило моржа пересмотреть ценности и поменять образ жизни. Видимо, от вредных привычек заставляет отказаться ледяная вода. Буря эмоций и плюс, когда ты выходишь из воды, у тебя поднимается резко настроение. А в наше время это, я думаю, всем нужно и необходимо. Мы хотим личным примером показать, что можно отдыхать и получать удовольствие без дополнительных допингов. Можно отдыхать с пользой для здоровья. Сергей Колянов свой первый моржовый опыт получит сегодня, в 44 года. Но посвящение только для подготовленных. Закаляться Сергей начал еще летом. Перед погружением – разминка. Воздушные ванны, обтирание снегом, зарядка. И ты уже морж! Бодрее становлюсь. Ну и как бы живее. Человеки многие тут оживляются, так можно сказать. Советую брату, советую многим своим друзьям. Но я и привлекаю их. Как что-то есть в этом, такое магическое, можно сказать. Из-за теплой зимы экстремальный вид закаливания в этом году проходит в режиме лайт. Для начинающих – то, что доктор прописал. После водных процедур моржи не спешат одеваться. Продолжают процедуры на свежем воздухе. И если вам не стало холодно только от одного вида ледяных купаний, попробуйте окунуться на крещение. В первую очередь купаться в оборудованных местах, в присутствии спасателей, медиков. Большая просьба граждан не выходить на лед, потому что у нас в этом году зима не очень морозная. Стараться, кто в первый раз купается, можно окунаться без головы, то есть обязательно разогреться. И ни в коем случае не делать это при помощи алкоголя. Спиртное противопоказано и после священного обряда. Правда, испытать волшебное чувство погружения дано не каждому. Для зимнего плавания важно не иметь медицинских противопоказаний. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин